Всем огромный привет снова из машины. У меня сегодня рабочий день, сейчас обеденный перерыв. У меня сегодня вообще день успеть всё называется, потому что завтра мы хотим выехать домой в город, захватить. Завтра, конечно, тоже день рабочий, но я так, ну, почти отпросилась, можно так сказать, потому что, конечно, один день туда, один обратно, это вообще ни о чём. Тем более нужно действительно довезти лекарства жизненно необходимые. Вот, сейчас была быстренько, вот пока у меня обед, смоталась к нотариусу, забрала перевод, потому что там, ну, меня знакомые попросили, там нотариусов нет, перевести нельзя, а документы-то нужно переводить, вот, и по работе сейчас заехала в прокуратуру, вот. Благо, что у них перерыв позже немножечко с часом, вот, так что погода вообще просто. Но днём, конечно, вообще жарковато, прям вот я, конечно, в курточке, но я так уморилась, что вот, ну, вот просто совсем-совсем-совсем. И как-то футболка такая, знаете, как распашонок, я не знаю, что-то мне не очень классно. Вот, так что вот так вот, а я вообще сидела, знаете, в таком эмоциональном состоянии, в таком неспокойном вообще, потому что хочется успеть быстрее всё сделать, а я как бы ещё на работе, вот, так что нужно ещё лекарства купить, и нужно, я не знаю, уже после работы или как у меня получится вырваться. Я хочу съездить в ОК, потому что там купить корм животным, конечно, ничего такого прям особенного уже, как бы, людям везти мы не будем. Может быть, что-то такого там, конфетки какие-то, ну, из приятного, из такого для души, да, для мозга, вот. Ну, а в основном, конечно же, в заботе о животных в любом случае, потому что даже, да, люди там очень многие присматривают, но финансово не все могут осилить это всё, поэтому, конечно же, тоже чем можем, тем помогаем, вот. Хотя, ну, тоже, конечно, поездки даются мне не очень бюджетно, это всё, но ничего, как говорится, потом это всё отработаем. Вот, состояние такое, а-а-а, хочется уже, знаете, побыстрее закончить рабочий день, нужно ещё машину хотя бы сполоснуть, душики ей сделать, чтобы, ну, поприятнее было ехать. Вот, конечно, за дорогу она там заплюжится ещё 350 раз, но всё равно, как говорится, что уж не мыть совсем. Вот, не знаю, может быть, с Димасом уже Димаса заберу, тогда поедем по моим машинам, и надо вот в окей выбраться. Хочу сейчас по поводу лекарств, думаю, чтобы не бегать, не искать по аптекам, где что есть, а думаю, наверное, сейчас онлайн закажу. Всё-таки на одном месте, быстренько посмотрю цены, сориентируюсь, сколько, что, чего, как. Так, ну, если чего-то не будет, значит, уже тогда будем ориентироваться дальше. Вот, ну, пока что вроде бы, ну, так что сижу, ещё времечко у меня есть, но уже пора выбираться. Я вообще припарковалась, если честно, где-то в Шанхаях, какие-то гаражи, какие-то деревья непонятные, потому что вот возле таких вот госструктур вообще припарковаться невозможно. Вообще невозможно окружлять вот так вот бесконечно тоже это и время, и бензин тоже, вот, поэтому устала. Вот тут уже тихонечко, думаю, быстренько сейчас сбегала, вот, забрала, отнесла. Вот, так что сейчас поеду обратно на работу. Вот, погода, конечно, классная, но уже хочется, знаете, зелени побольше, потому что деревья стоят вот такие серые голые, и уже, да, почки, конечно, уже, ну, хотя есть, нет, у ёлки, наверное, зелёные, а так чуть как-то маловато зелени, а уже хочется, может, я, конечно, слишком рано хочу, но вот у нас возле окна дома каштаны, они прям уже почечки такие, ух, уже, я думаю, что ещё выходные, и, наверное, уже листочки появятся. Вот, так что вообще, конечно, классно, птички поют, тепло, хорошо, не знаешь, правда, что одеть, потому что как-то курточку совсем снять вроде бы как бы ещё рановато, а в курточке, вот, несмотря на то, что я просто в футболке, тоже жарко. Ну, смотри, конечно, если просто сидеть ничего не делать, то нормально, а если там туда-туда сбегал, фух, вот, так что всё, вы с нами в любом случае будем собираться, я ещё подумываю о том, что взять на перекус, потому что я-то с малыми еду. Вот, с детками уже Дима говорю, а, Дима, класс, дома поспишь, дома полы надо намыть, конечно, потому что, если у меня там есть шлёпанцы, то у детей, конечно, нет, и будем ходить, ну, в досках, скорее всего, думаю, нужно собраться вечером, знаете, немножко так голову успокоить, остановиться, никуда не спешить, потому что вот такая вот есть суматоха, вот, ну, ничего. Сейчас закажу лекарство и поеду дальше на работу. Так, занесла в машину пакет с разными сладостями, разные конфеты, несосательные, и вот такой мармелад, и пряники вот такие, и тут вот такие рулетики, вот, всякая разная. Это такой целый пакетища сладостей, ну, знаете, буду проведывать там разных людей, и с пустыми руками, как бы, как говорится, да, неприлично. Думаю, что сладости это всегда хорошо, тем более, например, вот такие сладости, это, ну, мне кажется, более-менее полезные. Вот. Тут есть вот такой вот, вот такой. Один из того, собираюсь потихоньку, хотя я ещё на работе. Сейчас только буду выезжать домой, но, скорее всего, нужно перекусить. Сейчас обработаю себе руки, потому что нужно поесть, нужно поесть, потому что когда я буду есть в следующий раз, я не знаю. Я понимаю, что сейчас буду мотаться. Дети-то дома, ну, Маша дома, у неё конекулы. Она вчера, кстати, ездила в Таганрог по местам Чехова, вот, привезла ко мне. Привезла ко мне из Таганрогского залива. Я говорю, Маша, вам больше ты не придумала, что привезти с экскурсии. У меня тут есть вилочка. Да, как-то купила за послать, потому что иногда, иногда вот так получается. И купила вот такой вот готовый салат оливье. Мне очень даже неплохо, всего лишь он вышел. Мне чуть меньше 60 рублей, тут 200 грамм. Вот, правда, стала я так проспектной. Ну, не проспект, улица, в принципе, но она так с двух сторон тоже. Вот я уже не первый раз, конечно, беру это оливье. Довольно-таки неплохо. И каждый раз, когда вот так вот перекусываю, всё думаю, нет бы Света из дома взяла бы себе контейнер. У меня вот тут есть термос. Вот, да, ну, он как-то тут остался, я в него не набрала, и поэтому вот сегодня заберу обязательно. И будем пить чаёк, потому что он чаёк, конечно, меня вообще расслабляет, тонизирует. Это очень-очень круто, потому что... Ой, в последнее время я стала замечать, что у меня что-то немножечко давление подскакивает. Нужно очень срочно сбрасывать вес. Сказала Света, кушай оливье, да? Ну, вот, ну, просто как-то вот слишком замоталось. Ну, ничего, всё время думаем, что вот сейчас вот это сделаем, пройдём и займёмся вот этим. Это всё время не наступает, потому что появляются всё новые-новые дела, и так всё время. Ну, ничего, нужно всё-таки откладывать то, что не столь важно, и находить время для себя, для своего здоровья в первую очередь, да? Так что мне приятного аппетита, вам тоже, если вы кушаете. Ну что, я сытая, довольная, выпила таблетку от давления, надеюсь, она мне поможет, потому что давление мне, конечно, не сильно большое, ну, как не сильно большое, для меня-то оно сильно большое, наверное. Вот, когда-то, когда-то мне мерили, медсестра там что-то, я не помню. Было у меня такое, что мне как-то поплохело один разочек. Хотя моё нормальное давление – это 110 на 70, а сейчас 140 на 90, 143 на 94. Это, ну, много чего сказывается, конечно. Нужно какие-то меры принимать, а я всё пока хожу, думаю, да нет, но это же не может быть со мной. Вот, и пока вам тут живало, читала комментарии ваши, читала, пока не отвечала, потому что, чтобы ответить, нужно, так, знаете, уделить этому время. То есть, на ходу я не люблю, потому что каждый индивидуален, и, ну, естественно, стараешься более деликатно где-то отвечать, кого-то не обидеть, как-то вот, ну, чтобы было максимально хорошо и правильно. Вот, и там вопрос, по каким продуктам вы скучаете, думаю, я как раз тут жую. Вот, знаете, вот, всё-таки вот я так задумалась, чем-то таким особым, наверное, ни за чем я не скучаю, абсолютно нет, там, производители, если честно, если вы меня спросите, я там, наверное, и не вспомню, вот так вот, чтобы. Просто городочек у нас был маленький, и вот эти вот какие-то местные производители, там, да, творожную массу, вот мы частенько покупали именно на развес, вот, я скучаю за магазином «Семья», вот, серьёзно. Я скучаю за джемом в джазе, в который можно было прийти, от души покушать бюджетненько и вкусненько, вот это я скучаю. А за чем-то конкретным, ну, наверное, даже нет. Вот, сосиски, ну, какие-то, филейные мы чаще всего покупали, тут папа может ничем не хуже, что там ещё, да не знаю, макароны я и так старалась покупать, тут это всё то же самое есть, из копчёной колбасы, там, допустим, ну, у меня вообще каких-то предпочтений нет, мы её не так часто берём, мне кажется, ну, мне кажется, да, вот, сыр, сыр тоже, я очень непривередливая, в принципе, в еде. Здесь вот я чаще стала, мне кажется, есть квашеную капусту, прям полюбила, прям вот эта, которая попала, прям очень-очень мне заходит, прям хочется, знаете, отварить картошечки, капусточки, больше ничего не нужно. Вот, а так, единственное, с чем я сталкиваюсь, это вот, если пойти и купить на развес рыбу, ну, в плане, там, тоже селёдку, вот у нас в магазинах, так как у нас формат поменьше, да, именно привозили, там, в банках больших, да, или, как я не знаю, в бочках, я не знаю, как это всё делалось, то есть, именно, хочешь филе, там, хочешь скумбрию, хочешь селёдку, я небольшой, на самом деле, любитель рыбы, но иногда, вот, хотелось нам с мужем копчёной рыбы, а чтобы купить её, нужно поехать вот в большой супермаркет, в окей, ну, это насколько мы, так, может быть, где-то местные магазины, как-то это всё есть, но есть какой-то момент недоверия, потому что неиспробованные продукты, и близ дома у нас как-то особо такого ничего нет, не знаю, вот, чисто вот с таким я сталкиваюсь, что, а так, абсолютно нет ничего, соки те же, вода, даже с крана у нас только дома хорошая, а так, тут, конечно, покупную пьём, даже не знаю, конфеты, но, по сути, тоже, то, что я люблю, оно и есть здесь, вот, поэтому, так, в принципе, я непривередлива, мне всё устраивает, всё нравится, вот, я скажу, вот, в прошлым летом, я уже, кстати, покупала один разочек клубнику, я понюхала её, ароматная была, ну, конечно, не пробовала уже дома, потом попробовала, мы уже съели, в прошлом летом мы всего лишь один раз поели клубнику, которая настоящая клубника, знаете, когда у нас выходишь на рынок, это покупаешь вот эту, как бы, с огорода, да, вот, пропитанную солнцем сладкую, то здесь, как раз, вот, в основном, всё привозное, привозное, вот, армяне продают, вот, эти лотки, 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 и это не та клубника, это вообще не та клубника, вот, я однажды за прошлое лето купила у бабушки, там, где-то вот так вот, знаете, она где-то стояла, торговала, и вот это было что-то похожее на то, к чему мы привыкли, и мы как-то перестали её даже покупать, потому что то, что продавалось вот так вот на лотках, даже на рынке в том числе, это была привезённая такая пластиковая клубника ни о чём, поэтому вот с этим была вида, проблема, не наелись, мы в прошлом летом клубники, никак не знаю, как будет в этот раз, вот, хочется своей настоящей, такой, знаете, с бабушкиного огорода, а тут всё привезённое, и я думала, что мы тут южнее находимся, и тут всё будет таким суперклассным, знаете, как, там, не то чтобы как в Крыму, а как солнышком пропитанное, но оказалось, нет. А так, здесь, мне кажется, я стала есть больше манго, авокадо, потому что можно выбрать, пощупать, потрогать, вот, с ананасами здесь меньше, дома как-то вот, не то чтобы больше выбор был, ну, возможно, в АТБ привозили, мы вот как раз, ну, что глаза подали на что-то хорошее, если видно было, что был хороший, там, такой, спелый, вот, а так, нет, ни за чем особо не скучаю, вот, так что, нет такого, что мне чего-то не хватает, абсолютно такого нет, вот, так что, ладно, погнали дальше, а то я так уже ухожу в лирику, и это всё растягивается, всё, потому что, так, лекарство убираю, ещё нужно успеть забрать Димаса, и ещё куча-куча дел, на самом деле, не деланных, вот, так что, погнали. Забрала Димаса с садика, сейчас мы с ним вместе поедем, что не открывается, да? Что-то задние двери иногда, иногда что-то выделываются, а ну, пробуй ещё, дай я. Ага, это я закрыла, наверное. Это что-то вообще не открывается, подожди, Дим. Не открывается, не знаю, какая-то ерунда, с ручкой, ну, слава богу, открыли. Мама, нет! Да, твоё место занято, нужно тебе освободить, да, сейчас я освобожу. О, нелегко. Да, туда поставлю. А, ты мне откроешь, давай, я поставлю. У нас с Димасом по плану ещё как раз помыть машину, ну, забрать в аптеке лекарства и докупить кошачий корм. Я не буду заносить уже, наверное, домой то, что прикупила. Это вот хлебушки вот такие, вот. Вот, и вот таких купила кормов, жидких именно, вот. И осталось только докупить, там их много. Не буду уже все доставать, там закупили. Короче, там многовастенька сейчас, Дим. И осталось только сухой прикупить. Так, яблочек, бананы, что-то нам в дорогу, что-то угостить. Вот, так что поедем ещё до закупляться. Обязательно наберём, может быть, не полную канистру, но наберём, потому что, ну, знаете, так стрёмненько иногда бывает. Вот, ну, а так вроде бы всё. Не забыть. А заправимся уже утром, наверное. Ну, как-то так. Так что поедем. Мы приехали на мойку самообслуживания, так что сейчас быстренько помоемся вот этими штуками и поедем в магазин. Да. Да, Димас? Да. Да, будем чистенькие? Да, биби, чистенькие. Не биби, а машина. Машина. Машина, да, чистенькие. Кто будет мыть? Мама. Отлично. Как твои дела? Нормально. Нормально. Да? Да. Умничка. Посмотрите, какая пена стекает. Слушайте, ну, вау. Спа-эффект прям какой-то. Так что замылила. Сейчас немножечко понежится. И супер душ будет. Вот эти места самые грязные. Конечно, завтра в дороге она запылюжится. Ну, мыть-то всё равно надо. Девочку надо любить. Вот, так что на улице ещё светло. Но я чувствую, пока мы в магазин съездим, уже будет темно. Я так ещё с работы и не заезжала домой. Вот. Решила, что переделаю все дела. Я потом уже приеду, помол голову, соберу документы. Так, чтобы, знаете, уже выдохнуть, собраться, выспаться. Вот. И вперёд. Ааа, класс. Вот. Так что, надеюсь, что всё будет хорошо. Всё получится. Сейчас девочки не намывают. Рябочка у меня чистенькая есть. Я как раз их постирала дома. Вот сейчас найдём красоту и поедем за кошачьим кормом. Всё, мы уже приехали. В окей. Димасик у нас скачет. Козлик мой маленький. Сейчас быстренько кошачий корм и успеть в аптеку. Вот. Да? Ты помощник? Заходи, помощник. Музыка? Да. Музыка? Да. Музыка? Да. Много света и музыки? Да. Тебе это нравится? Да. Тут можно потеряться, скажи, да? Да. Да. Целая колонна, или, как сказать, да, линия, касс. Не все, конечно, работают, но их так много. Столько обходить надо. Вот что значит масштабы супермаркета, да? Прям ох. Вперёд, смотри. Так, мы целую сумяку купили. Корма разного. Ну, не разного, в основном к этикет. Он более доступный. Его, как бы, можно больше взять. Взяли и маленькие, и средние. Ну, в разные упаковки взяли, одним словом. Целую сумку корма. Вот. И ещё взяла, хотела... В прошлый раз вот как-то брали в океи голубику большую, да? Вот эта ведёрка большая, полкилограмма. Но не было. Взяла деткам вот так вот. Ну, тоже, тоже хорошо. По-моему, 150 рублей. Тут 125 или сколько там грамм. Вот так что взяли ягодок тоже. Дело нужное. Так что будем отправляться в аптеку. Ещё хочу воды купить. Ну, и всё, в принципе, и домой. А тут всё помощник. Всё помощник мой, да? Всё, обходи с той стороны, садись. Всё-таки мы решили затащить это всё домой. Это было нелегко. Будет уже такой кавардак, что нужно разложить, что куда. Фух. Поэтому мы всё заносим. И там пакет рвётся. Одним словом, будем сейчас всё разбирать. Ну что, у нас уже вечерочек. Пока там Димасик моется, Маша его контролирует. Я села немножечко тут повыписывать адреса. У меня, знаете, большая просьба. Это, конечно, в конце видео. Не все, я знаю, досматривают. Но всё-таки, чтобы... Если пишите комментарии, не пишите комментарии под комментарием. Если вы хотите мне какую-то информацию донести всё-таки. Если у вас там переписка уже с теми... Этими зрителями, там, я не знаю, подписчиками. Или как их там назвать. Которые, знаете, там диалоги начинаются такие. Не очень добрые чаще всего. Вот. То, пожалуйста. А если вы хотите донести мне информацию, то пишите отдельным комментарием. Потому что те комментарии, которые под комментариями, они мне не приходят никак вообще в уведомлениях. Я их даже, по сути, не найти не могу. Это мне нужно заходить под видео. Пересматривать все-все-все, чтобы что-то там увидеть. Вот. Потому что иногда люди пишут комментарии, а потом ещё раз под своим комментарием пишут там какую-то просьбу. Поверьте, это крайне сложно. Да, возможно, я там сразу могу это прочитать, а потом это всё вот там и останется. И, не знаю, мне там посоветовали вообще закрыть комментарии в видео из Северодонецка. Не знаю, я подумаю. Конечно, знаете, обратная связь очень-очень важна. Без этого вообще просто ты понимаешь, что ты тогда бесполезно это всё делаешь. Просьб очень много. Осилить всё я навряд ли смогу, потому что чисто физически по времени не будет. Потому что, знаете, ну не то чтобы странно, это то, что когда люди пишут, что где они просят что-то там снять, показать, то с них сразу донат просят. Вот. Я это всё делаю абсолютно бесплатно от души. Конечно, да, если есть какое-то желание какую-то долю помощи оказать, я всегда только, конечно, за. Потому что, скажем так, мне небюджетно тоже обходятся поездки в город. Мне и заправить бензин нужно. И покупки всё тоже со своего кармана. Да, конечно, где помощь поступает, огромное спасибо. И по тем, кто откликается и до сих пор откликается. Это мне в большую помощь. Огромное спасибо. Вот, да. Ну, а я, как говорится, чем смогу, тем помогу. Есть те обращения, которые более личные, да, кто со мной лично связывался. И кто просит именно показать не на общее обозрение, а лично, как говорится, прислать видео. Я буду всё равно снимать что-то в общем, да. Может быть, кто-то какие-то окошки свои увидит. Вот, поэтому, ну, много охватить, конечно, не смогу. Хотя, очень сильно хотелось бы вообще, вот так, знаете, взять, объехать весь город и показать вам весь город. Но тут ещё нужно учитывать то, что те, кто в городе, не всегда положительно относятся к тому, что я там с камерой, да, и что-то там хожу, снимаю. Потому что все очень в штыки это всё воспринимают. Ну, да ладно. Всё, Димаса уже там Маша достала. Будем собираться спать, потому что завтра день трудный. Вот. Ну, ничего. Зато сколько будет эмоций и оказаться дома, боже. И причём, знаете, дома так, чтобы переночевать, не спеша. И на самом деле я очень жду этого момента, этого времени, когда я смогу приехать. Там нет интернета, там нет связи. Когда ты приехал, и ты вот просто ни на что не отвлекаешься. Ты просто дома. Ты можешь полежать, ты можешь посидеть, ты можешь... Вот всё, что хочешь, можешь, потому что есть ты и твой дом. Всё. 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 Ой. Тем более, если горячая вода есть, ну, я имею в виду, если напор нормальный и выдавливает горячую воду нам, то я покупаюсь дома, я окутаюсь в свои полотенца, залезу под своё одеяло, на свою кровать. Боже, я очень жду этого момента поспать на своей кровати. Это вообще просто. Конечно, всё немножко там не так, но всё равно. Дом есть дом. Всё буду писать. Вам всем огромное спасибо, кто сегодня был с нами. Всех люблю, целуем. До завтра. Завтра увидимся уже в городе.